Всем привет, с вами Андрей и это третий тест драйв тачек Влада Блада, реалистик шейдер и Pro Liner. Как я и обещал, сегодня поработаем с цветом, а именно олдскул, в будущем будет полурукав. Затестим однопроходность контура и забив цвета. Переносим с помощью детола рисунок на кожу, который заранее перебили на трансфер. Даем ему просохнуть минут 20 и в то время когда он сохнет, собираем тачки и подготавливаем рабочее место. Иглу гнем в двух местах, это обязательно, особенно касается тачек Влада Блада. Они не слабенькие и нужна хорошая и плотная фиксация иглы в типсе, чтобы не прижала краска и не давала излишний ход иглы. Не жалеем резинок, берем 2-3 штуки. Приступаю к работе. Намазываю тонким слоем вазелина, место на котором буду делать пробив. Для контура взял 13рл и краску динамик. Для тачки поставил 7 вольт, скорость удара 115 герц. Иглу в холостом состоянии вытянул на 1 мм. Так рекомендует Влад и эта рекомендация действительно действует. Контур забивается в один проход. Все очень плотно и качественно, скорость работы поражает, не нужно замедляться для хорошего забива и это большой плюс. Тушевку делал 11 мм. Вольтаж тот же 7 вольт, скорость 105 герц. Для чернухи использовал динамик, для цвета интензо. Чернота забивается отлично, в этом я был уверен. Цветной контур забивается так же, как и черный. Как я и думал, цвет ложится так же отлично, без каких-то нареканий. Очень понравилось работать владовскими тачками в стиле олдскул. Работу сделал меньше чем за час, очень быстро. После покупки этих тачек скорость работы поднялась на процентов 70-80. Хотя отработал я ими не так и много, всего работ 30. Привыкнуть не сложно, они очень удобны в процессе. Сразу отвечу на вопрос, который мне уже успели задать много людей. Подойдет ли это оборудование для начинающего мастера? Конечно подойдет. Лучше всего изначально тренироваться и работать с хорошим оборудованием. Вы намного быстрее дойдете к хорошему результату и профессионализму. Даже не думайте брать Китай, поверьте моему опыту. Придется на ново переучиваться практически с нуля. Советую брать проф аппаратуру. Если хочешь больше интересных видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...